Пенсионеры-силовики проведут в марте съезд, на котором примут решение, как действовать дальше, если власть не пересчитает им пенсии. Напомню, они недовольны решением правительства, которое планирует растянуть повышение выплат на три года. Все детали в нашем сюжете. Почти тысяча пенсионеров-силовиков собрались в зале заседания Тернопольской обладминистрации. Слушают представители пенсионного фонда, которые рассказывают о пересчете их пенсии. В прошлом месяце Верховный суд наконец постановил, что правительство должно осовременить выплаты. Но люди возмущены. Считают, процедура очень запутанная. Пенсионеры рассказывают, согласно решению правительства, пересчет пенсии будет проходить поэтапно, в течение трех лет. И обещанные 100% доплаты они получат не ранее 2020-го. За это время жалуются люди, инфляция съест все повышение. Согласен с ними и нардеп Сергей Каплин. По его словам, нужно продолжить борьбу и требовать полного пересчета пенсий. Причем сразу. 18 числа собирается мощная команда из всей Украины, представители от каждого района, на единый форум військовых пенсионеров, в съезд військовых пенсионеров. Там будет створено единую конфедерацию про спелок військовых пенсионеров. Единый штаб. Початый перепис всех военных пенсионеров, их около миллиона человек. И подтвержденный четкий план действий, от которого мы не будем отходить. Который включат перекрытие дорог. Который включат выдающие газеты. Который включат блокирование аэропортов. Тернопольские пенсионеры-силовики единогласно поддержали план нардепа. И пригласили его посмотреть, в каких условиях живут. Общежитие в центре Тернополя, где ютится почти 100 семей, напоминает гетто. В здании нет отопления уже второй год. У нас дети страшно хворяют. От грибков, от холода. У нас не было ни одного дня отопления. В душу помыться неможливо. Окременные гидники говорят, что военные пенсионеры живут как у Бога за пазухой. Мы пришли в гуртожиток в центре места, где нет опаления, где жахливые туалеты, где жахливая подлога, где сквозняки, где жахливая ванна. Показать всей стране пазуху Бога, за якою живут військовые пенсионеры. Нардеп пообещал жителям общежития, что будет добиваться от местных властей улучшения жилищных условий. Юлия Жешко, Зиновия, Автонас. Подробности телеканал Интер, Тернополь. Продолжение следует...